Знаете, совсем не хочется начинать утро с негатива и хотелось бы с вами поболтать о чем-то приятном, но дело в том, что сегодня утром произошел такой инцидент, я позвонила учителю нашему, который стою сейчас занимается, говорю, Леночка, здрасте, там троллевали, она говорит, ой, Ксень, знаете, всю ночь не спала, я говорю, что случилось? Она говорит, ну там вот комментарии, знаете, я когда слышу вот такое, мне так становится стыдно вообще за то, что некоторые из вас у меня есть, безусловно, я не про всех своих практически там 13,5 миллионов сейчас говорю, Понятное дело, что у меня есть огромная публика, огромное количество подписчиков адекватных, умных, интеллигентных, интересных, но вот есть какой-то процент, я не знаю, как вас назвать просто, стыдобище или кто вы, Когда вы считаете нужным комментировать голос вообще чужого человека, ну там волосы, голос, ноги, руки, еще что-то, вот любители пройтись, про себя-то ладно, я уже молчу, вы просто молча летите в блог и все, но когда это дело касается там учителей, педагогов, еще кого-то, родственников, родителей, идите к черту просто, вот я вам сто раз уже это говорила, Вам самим вообще не стыдно так себя вести? Ну придите сегодня к школу, к своим детям, подойдите к директорам и скажите, как вам они не нравятся, что они жирные, что они заносчивые или еще что-то, вы на такое решитесь, я просто хочу вот понять, или все-таки где-то у вас срабатывает чувство такта, потому что это касается ваших детей, как вам не стыдно вообще, вот она сидит с аватаркой с ребенком и говорит, фух, какой мерзкий голос, а ты какая мерзкая вообще, А ты не мерзкая после этого такие вещи вообще писать чужим людям и оценивать чужие голоса? Ну я не понимаю вообще, вот откуда вы все беретесь? Идите на лавочке, семок купите и сидите, обсуждайте с бабушками рядом сядьте, мне кажется, бабульки тактичнее намного, которые каждую короткую юбку не пропустят у подъезда, намного тактичнее, чем вы, вот эти комментаторши хреновые. Просто у меня ощущение, что вот эта платформа, начиная с одноклассников, заканчивая сейчас фейсбуками, инстаграмами, дало такую свободу сплетницам, не знаю, там, людям, которые все детство унижали, знаете, когда вот она, или трусам, которые глаза никогда не скажут, А с легкостью это напишут в комментариях. Вообще такая для вас площадка, просто рай, райский. Ну вы лучше, не знаю, там, почитайте книги, займитесь своим образованием, почитайте, что такое чувство такта, вам будет полезно. Пойдите лучше поступите, не знаю, там, в школу, в институт, получите образование и поймите, что это такое образованный, интеллигентный человек с чувством такта. Ну вот попробуйте это сделать. Но неужели вам самим не стыдно за самих себя, когда вы сидите и такие комментарии пишете? Вот я могу только в ответ написать, правда. Вот как говорится, не тронь, оно вонять не будет. Вот я никогда в жизни, вообще первое, даже если мне что-то где-то не понравится, никогда не решусь что-либо написать. Но это вообще так некрасиво. Я не знаю, где вас воспитывали.